Друзья, всем привет! Здравствуйте! У нас сегодня ставим точки над «и» в одном вопросе. Это, если вы помните, у нас был анонсирован эксперимент с биоэнергией. Но так вот, эксперимент этот не получился, не по нашей вине. Тема эта висит в воздухе, поэтому мы давайте проговорим уже и закончим, введем вас в курс дела, так скажем. Ну, мы вам говорили уже, что довольно-таки давно они именно вели с нами переговоры. Они первые вышли, они первые предложили попробовать свои корма, предложили нам проэкспериментировать на их корме, выкормить птицу и показать вам. Вот. И после ролика вот этого, когда мы вам показали опросный лист, который они нам прислали, там, где целый список вопросов, вплоть до смывов там с яйца, со стен, там, вот, дезинфекции, короче. В общем, условия, которые они там прописали к применению корма, они просто даже, ну, я не знаю, невыполнимы некоторыми птицефабриками, не то что ЛПХ. Вот. Ну, в общем, ладно. После того, как они, видимо, посмотрели этот ролик, они сказали, значит, написали нам в письме, мы это все, переписку вам покажем, что хотели определить уровень нашей компетентности в этом вопросе, в вопросе птицеводствов, и готовы ли они на основании этого предоставить нам корм. Они готовы были вот после этого ролика предоставить нам корм, о чем написали в письме. Биоэнергия первый раз вышла на нас в ноябре месяце. Мы, честно говоря, не ответили ничего, тогда божьи на это предложение просто пропустили. Ну, бывает такое, когда присылают предложение, а мы чувствуем, есть какая-то, знаете, у меня было опасение, что мы порекомендуем, вот, допустим, вы воспримите сразу этот ролик наш, да, с новым кормом, как то, что мы его вам рекомендуем, купите, а мы его даже знать не знаем. Как в комментарии нам здесь написали, вот, позавчера буквально, что, ну и что, вы, значит, марк корм раньше хвалили, рекламировали, да, а теперь, значит, что вы рекламируете? Мы не понимаем, какой корм-то в итоге вы рекомендуете? Мы никакой корм не рекомендуем, мы никого не рекламируем, по крайней мере, пока. Вот, вы сами смотрите, анализируете, выбираете корм, который вам подходит. Мы просто проверяем корм на своем хозяйстве, экономическую целесообразность и результат, который показывает этот корм. Тем не менее, сколько бы мы раз это не повторяли, любой человек, который, не любой, многие люди, которые видят на нашем канале какой-то корм, считают, что мы его рекомендуем. Это не так, это не значит, что мы его рекомендуем. Мы его пробуем, показываем вам, что получается, но ни в коем случае не рекомендуем никому-то какой-то корм. Поэтому на никому неизвестный корм, на предложение на такое, мы решили не отмечать. И мы не то, что решили, мы просто его пропустили. Оно поступило повторно, и оно поступило потом, еще раз человек звонил нам, у нас разговор с ним состоялся. И везде в каждом письме было отрагументировано, сказано, что они хотят предоставить нам корм на обзор. Предоставить это слово не подразумевает, что мы должны будем ехать куда-то за ним, что мы должны будем его покупать по розничной цене. Что значит предоставить? Ну, давайте сначала до истории еще вернуться. Вот уже в феврале, это после второго предложения, да, со мной связался менеджер этой компании Биоэнергия и сказал, что вот сегодня едет машина, мы вам привезем... Елена. Да, по три мешка там, рост не по три, мешок, мешок и мешок, три мешка, всего. Нет, по-моему, по три, нет, не помню. Ну, короче, вот... А я сейчас еще подумала, а, или по мешку, конечно. А, или по мешку, да, точно, по мешку. Я еще, короче, я перезваниваю, говорю, а что мы с этими мешками-то, по мешку будем делать? Причем, по-моему, старт и рост одной, извините, а финиш другой, да. В общем, короче говоря, я перезвонил, потом рассказал, что так не пойдет, надо либо делать эксперимент на ста хотя бы бройлеров, да, и одной линейки. В общем, мы поговорили, сказал, да, хорошо, давайте, значит, это... Так, пришлите, сколько количество, какое количество вам корма нужно, и будем рассматривать. Ну, все, мы отправили, и дальше что там было. Встречно получили мы вот эту таблицу, опросник, которую мы должны были запомнить. То есть мы тут еще потеряли время, если ты помнишь, потому что мы, в общем-то, на стадии, когда было решение, что да, хорошо, присылайте нужное количество, мы начали чесать репу и думать, блин, а у нас же яйцо не заложено на эту партию. Мы хотели вывести в сезон там разную птицу, не бройлера, поэтому мы бройлеры решали даже себе не оставлять. То есть тот бройлер, который у нас был заложен, он предназначался для продажи цыплятами. И вот под биоэнергию мы нашли место, заложили, там 110 у нас цыплят вывелось. По-моему, мы даже отказывали кому-то просто в покупке, помнишь? Ну, было. У нас заложено было, да. Было что-то такое, в общем, короче, под биоэнергию мы вывели специально партию цыплят от 14 апреля, которая вывелась. И биоэнергия знала об этом, что мы их сказали, вот 14-го будет партия под ваш корм там. Все-все. И, короче, нас промурыжили, уже 14-е прошло там. Потом даже... А, дезинфекцию курятника мы сделали. Ссылочка в углу будет на этот ролик. Мы даже сделали, по вашему мнению, излишнюю дезинфекцию курятника, нам в комментариях писали. Но мы уж постарались, что там ни одна зараза не выжила. И стерильный, грубо говоря, курятник был под эксперимент с биоэнергией. Но нас это самое. Они сделали все, чтобы тема сошла на нет. Как вот тот самый неуверенный подросток. Я вас хочу, я вас боюсь. Самый еще момент такой, который мне не понравился. Что я, оказывается, узнала, что нам этот корм будут продавать по абсолютно нормальной, обычной розничной цене. Когда я сначала написала письмо, что, ребят, у нас ничего не получается, если вы хотите отказаться с нами экспериментов, вы, пожалуйста, мне сообщите. И, значит, в ответ тишина. Неделю. И только даже, по-моему, там больше. И, короче, ни ответа, ни привык. То есть, когда у людей была заинтересованность, когда они думали, что мы им сделаем, видимо, какую-то, видимо, зависимость. Да, я так понимаю, что они да хотели что-то такое. То ребята хотели, видимо, рекламу получить. Потом что произошло? Потом они увидели наш эксперимент, я думаю, с Маркором. Потому что он был после вот этого первых их обращений. Они, наверное, подумали, что... Там Пурина была уже. Маркор давно была. Но они после ноябрьских обращений, мы снова... А, после ноябрьских. С ними же вышли на контакт заново. Мы же вышли с ними позже. Но они посчитали, что они по-любому лучше Маркорома, наверное. Я думаю, что они немножечко, как бы, да, осеклись, так скажем. А потом, в конечном итоге, получилось, что им уже и соскочить никак. И мы вроде как о них уже озвучено говорили. И никак ничего не сделать. Поэтому они уже решили просто, чтобы мы сами отказались. Опросник не сработал. Видите, как мы восприняли эту ситуацию? И мы... И они схватились за то самое наше видео, где Саша говорил, если помните, о том, что мы готовы купить корм, вы нам посодействуете в доставке. И они решили, что именно вот такая схема, видимо, для них будет максимально удачная. И решили, что это как раз о них. Но, ребят, дело-то в том, что с Пиоэнергией мы договаривались до этого ролика. И заранее говорили с ними об условиях, в которых они сами сказали нам слово предоставить. Предоставить, а не какое-то другое слово. Вот если вы хотите продать, вы же не говорите, я готов тебе предоставить. Или хотя бы тогда, я готов тебе предоставить по розничному прайсу. Или там со скидками. Да. Или с рассрочками. Или что-то там. Ну, какая-то вкусняшка должна быть, когда ты что-то предоставляешь на рекламу, можно сказать. На обзор. На обзор. Понимаешь? Они, справедливости ради, готовы были, вроде бы как, там до конца страны непонятно, оплатить доставку до транспортной компании Сергеева Посада. Сначала было. Потом вроде бы сказали, что в Москву приходят. В общем, я так и не понял, откуда надо было забирать корм. Но его нужно было откуда-то забирать. Вот. Но мы тут уже, знаете, посчитали, ну, нафиг, извините, меня, нужны вы нам. Мы тогда, если захотим, мы поедем в магазин, вот там, кто там, дилер у них ближайший, до Датулы даже скатаюсь. Купим там по этой же цене корм, независимо от них никак, и протестируем. Просто здесь вопрос стоял в том, что они хотели, вроде бы как, предоставить, раскрутить свою никому неизвестную марку. Слушай, не вроде бы как, а слово предоставить было в каждом письме и в каждом разговоре. Да. А так вот просто рисковать птицей, за какие коврежки, за какой стати. У нас вот здесь вот близко, я на портер сел и доехал, купил проверенный корм. Нафига мне тогда никому неизвестно. А тем для общения с вами, у нас просто вот так, знаешь, провернуть их не можем все никак. Поэтому смысл нам... Мы говорим, что мы не знаем, может быть, это отличный корм на самом деле. Качеством и без разговоров. Да, не знаю, может быть, суперский корм. Но вот так у нас вот не получилось биоэнергии на этот счет. Они хотели, вроде сначала хотели, потом перехотели, короче, вот как-то так. А потом опять что-то вроде типа делают вид, что хотят, все листы присылают, еще наше время тратят, а потом опять не хотят. В итоге уже партия у нас вывелась, мы ее кормили уже своим кормом. В итоге я перед операцией, вместо того, чтобы с семьей поторчать, я должна была курятник этот раком драйвить. Вот посмотрите, это было, знаете, не фунт изюма это надо было сделать. Ну и в последнем письме мне сообщили о том, что, оказывается, общение с нами, и данный эксперимент нецелесообразен и не рентабельно, или что-то, какие там слова используются. Что-то такое, ну представим. Короче, товарищи, не рентабельно, нецелесообразно с мнением, по мнению этой компании, вам что-либо показывать. Поэтому мы не можем не согласиться с ними и считаем, что эта компания не достойна того, чтобы мы ее вам показывали. Вы достойны лучшего. Друзья, ну все на этом. Рассказали вам про ситуацию с биоэнергией, будем тестировать другие корма. Всем спасибо, всем пока. Ну, по-сорому. Получается, что вы любому своему клиенту, который изъявляет желание купить вашу продукцию, сначала заставляете заполнить анкету вот эту с вопросами. И если что-то вас не устраивает, вы ему не продадите, что ли? Ну что это за глупость такая? Зачем тогда вы нам присылали эти вопросы, на которые мы отвечали, чтобы продать нам корм? Вот я не понимаю этого.